Слово А потом появились растения, звери и птицы, и мы Значит люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие друзья! Вам, наверное, часто приходится слышать поговорку Кто рано встает, тому Бог подает Народная мудрость, с ней не поспоришь Только порой можно и встать чуть свет А прослоняться по дому или по улице Впустую, протратив время А можно каждую минуту употребить во благо И тогда действительно Господь благословит такое усердие Полтора века тому назад Жили в Сербии два портных Один из них мастерски, овладел тонкостями швейного дела И получал много выгодных заказов Да к тому же и семьи у него не было Так что был он сам себе хозяин А второй портной еще только обучался сему занятию Приходилось ему трудиться днями и ночами Браться и за починку, и за штопку Чтобы хоть что-то заработать К тому же была у него жена и маленькие дети А значит, и множество забот Жили эти два портных недалеко друг от друга И первый, весьма состоятельный, всегда смотрел на второго с усмешкой Куда, мол, ты, бедняк, полез в наше благородное портняжное ремесло? Не будет к тебе здесь ходу Богатые горожане хотят одеваться у богатого портного Но потом вдруг положение изменилось Богатый портной к ужасу заметил Что заказов у него заметно поубавилось И теперь уже ему приходится считать монеты Помрачнел бывший богатей, но делать нечего Пришлось ему даже взяться за починку старой одежды Вдруг все изменилось и у бедного портного В доме появился достаток Дети сыты, жена улыбается Да и бедным портного уже никто не звал А уважительно именовали Господин портной Но он не зазнавался А каждое утро добродушно приветствовал своего товарища по ремеслу Что же это такое происходит? Недоумевал теперь уже бывший богач И опыта работы у меня больше И заказы выполняю я быстрее А люди идут к соседу И вот просидев неделю без дела Потому что ну никто не заходил в его мастерскую Бывший богач пошел к бывшему бедняку Не обессудь сосед Расскажи, как это удалось тебе перетянуть к себе почти всех моих заказчиков Да я, собственно говоря, и не перетягивал никого Сами стали наведываться каждый день А все дело в том, что жена досталась мне очень разумная Видя, как тружусь я на износ Она посоветовала мне Почему бы не сходить тебе в храм И не попросить помощи у бога Ведь так без отдыха ты быстро сведешь себя в могилу И что, неужели храм тебе помог? Да я и сам-то в первый раз пошел туда без особой охоты Голова раскалывалась от бессонной ночи И на сердце было тяжело Но вот только возвращаясь домой Нашел я самое настоящее золото Как золото? А вот так Слушай дальше Не успел я прийти домой Как слышу, стучат в дверь Отворяю и глазам не верю Городской откупщик принес мне заказ на дорогой костюм Я поначалу даже боялся браться за материал Неровен час испорчу Но господь укрепил мою руку И все вышло в лучшем виде Ну ладно там откупщик А золото куда дел? Употребил в дело И еще тебе скажу Что с той поры хожу я в храм почти каждое утро И каждый раз нахожу золото А как только приду домой Нет отбоя от заказчиков А можно ли мне завтра пойти с тобой в храм? А что же мешает? Пойдем И вот рано по утру два портных пошли на литургию А потом вместе вернулись И на середине улицы разошлись по своим домам Золото в тот день бывший богач так и не увидел Не было золота ни на второй, ни на третий день Но он не терял надежды Чуть свет вставал и спешил на службу А через месяц пришел он к своему товарищу по ремеслу И закричал прямо с порога Теперь я знаю о каком золоте ты говорил Возвращался я из храма в тяжких думах И вдруг осенила меня мысль Да что я все время беспокоюсь о куске хлеба Ведь Господь меня не оставит И сразу на душе у меня стало так тепло Словно кто-то с золотистыми лучами согревал мое сердце Вот оно золото Надежда на Бога И только подошел я к своему дому Вижу стоит у меня на пороге Хозяин городского банка И просит шить одежду для своих сыновей А у него их пятеро Такого заказа я отродясь не получал С той поры оба портных жили в достатке Каждое утро они вместе ходили в храм И когда возвращались домой, чтобы взяться за работу Кто-нибудь из них обязательно говорил Как это хорошо, когда можно зайти в храм И получить благословение на текущий день Или на грядущую неделю А другой неизменно отвечал Господь заботится о нас лучше, чем мы сами Давайте и мы, друзья, всегда будем помнить о Боге Проявим веру и терпение И Бог нас не оставит Я желаю вам всего самого доброго И храни вас Господь